Мне не берут в органы, таких людей не берут, мы это, неподконтрольные, мы коррупцию не любим, короче, и нам там делать, ну, нас туда не пускают. Если уже все утекло, ну, че, нам что-то как-то делать, короче, они все там, это, ну, утечка, 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 да знаете, пожалуйста, они уже давно все были, вот, все уже давно утекло. Так общаешься, просто они не раскрываются, что вот, я тут, блин, крутой хакер. Ну, в любом случае, перевес на стороне негосударственных, то есть... Приветствую на моем канале, спасибо всем тем, кто меня поддерживает и помогает развивать канал. Сегодня у нас новый выпуск, в гостях у нас крайне интересный гость, автор канала Telegram Freedom Fox. Павел расскажет о противостоянии спецслужб и хакеров. Узнаем, как все устроено и ознакомимся с закулисной сценой. Павел, приветствую тебя. Здравствуйте. Павел вообще является действующим практиком и представителем Асин-сообщества. В интернете есть крайне неоднозначные мнения о его деятельности. Кто-то поддерживает, кто-то спорит с ним. Но Павла точно можно назвать неординарной личностью. Пожалуй, с этим не буду спорить. Павел, расскажи, пожалуйста, немножко о себе для начала. Чем ты занимаешься, какова вообще твоя специфика работы? Ну, чем я занимаюсь? Занимаюсь я, как сказать, Асинтом. Ну, в принципе, для меня это разведка, ну, мне проще говорить, да, там, сбор информации, там, оценка и аналитика. То есть, ну, увлекаюсь этим уже давно, лет 14, наверное, вот, ну, вот, как начал вместе, ну, помогать, грубо говоря, структурам. То есть, там, ко мне начали обращаться, вот, меня тема заинтересовали. То есть, ну, там, естественно, одну информацию я получаю из открытых источников, также у меня имеется доступ к их закрытым источникам. Ну, вот, как-то так. А это больше все-таки относится, скажем, к компаниям или к частным лицам? Сейчас Асинт в основном идет, ну, по частникам. То есть, это основные заказы, ну, я из-за них, если честно, не берусь. Мне это неинтересно. Это найти человека, что-то узнать, там, подноготную, какую-то чернуху накопать. То есть, мне это, ну, не особо интересно. Компания, это для себя, там, ну, то есть, я там вижу, допустим, компания, там, бредит, допустим, суверенитету России, да. Ну, я на нее, грубо говоря, собираю данные. Слушай, а почему именно вот Асинт привлек тебя? Почему именно вот эта тематика? Ну, Асинт, как бы, его назвали уже после того. Ну, это разведка обычная, ну, то есть, просто сбор информации, там, различными имеющимися, ну, средствами. Почему не пошел по классическому пути, там, пентестера, скажем, да, то есть, как многие ребята делают. Они получают сертификаты, идут, работают в компанию. А ты именно пошел, скажем, больше именно в направлении именно Асинта. Ну, в компаниях, я вот говорю, 14 лет назад я бросил работу. Я, то есть, ну, я и в госструктурах поработал, и везде. То есть, это все гиблое занятие. Я понял, что, ну, трудовая книжка у меня, во-первых, закончилась, там, места писать некуда. И, то есть, для медалей места осталось. Вот. Я и в Ростелекоме работал, в связи, там, Huawei, Juniper обслуживал. Ну, так все это глупо, неинтересно. И на кого-то работать, то есть, ну, работал преподавателем в этом, в ЛИШте. Или как он сейчас, ПГУПС, информатики. То есть, ну, у них там серверная большая стояла. Говорит, давайте он сделает, там, из 8 компьютеров один. И я, говорит, работает все. Ну, и вот так вот пускай. Ну, и тут такие моменты на всех работах. То есть, ну, мне это не нравится, неинтересно, скучно. И я ушел вообще работать. Я 14 лет вообще не работаю. Можешь вообще дать совет, скажем, молодым специалистам, студентам, как найти себе применение именно по этой специализации и вообще как бы суметь заработать в интернете? Да, надо сначала заявить, я думаю, о себе. И, ну, как их, так называемые, шкурники, не вписываться, да, там, допустим. Ну, то есть, сначала явно надо понимать, с чем ты работаешь, да. Если ты видишь, что твоя помощь, там, причинит какой-то вред кому-то, да, вот лучше, чтобы, ну, не вписываться. То есть, есть бесплатные эти каналы, где там ребята, детективы, бывшие выходцы из спецслужб, ну, там, ищут людей, там, кому-то что-то помогает. Это как «Найди меня» передача, вот, один в один. То есть, меня эти каналы пригласили. Я, правда, сейчас ушел оттуда со всех каналах, выпилился. Вот, там себя зарекомендовать. То есть, ну, если человек видит, к нему начинают уже в личку приходить заказики какие-то, там уже сам смотрит. Ну, и все равно с кем-то консультируется, если человек первый раз в теме. Ну, потому что его подставить могут, да, он там найдет кого-то, человека убьют. Ну, или еще что-либо. Там, всяких любовниц искать, это тоже не рекомендую. То есть, ну, такие темы. Если действительно, ну, там, поймать пи***ила, да, там, ну, то есть, вот это интересно. И там шпиона какого-нибудь вычислить. Ну, а не получается ли так, что это очень сложно монетизировать, еще и принести к пользу для общества? Ну, не знаю. Я-то сам-то тут, то есть, не особо-то богатый человек. Я, грубо говоря, нищеброд. Живу в деревне. Вот, я не ради денег все делаю, да. И у меня такая цель была. Мне надо, там, допустим, 30 тысяч рублей в месяц, да. Вплоть до того, что я, там, находил какую-то, ну, работу, да, которая мне давалась. А всеми остальными я занимаюсь, ну, ради удовольствия. То есть, а СИН, на самом деле, там денег нет. Грубо говоря, там, если где-то есть деньги, то это галимый криминал. Ну, то есть, ну, то есть, это либо политический заказ какой-то нарыть компромата, а такие обычные АСИН-ты, это обычные, ну, такие же бедные люди обращаются. Ну, с них и жалко денег брать. Это просто тебе дает, там, не знаю, кармы, репутации, там, каких-то, ну, навыков добавляет, там, знакомства обрастаешь. Деньги, они из другого делаются. То есть, ну, короче, деньги делаются по-другому. Ну, АСИН-ты, это, не знаю, тут надо с душой к этому относиться. Если ради денег будешь думать, то, ну, у тебя специализация, что ли, пропадет. Ну, то есть, я вообще не понимаю, как это к деньгам может относиться. Я по-другому зарабатываю. То есть, иногда мне просто шлют деньги, даже ради того, чтобы я не делал ничего. Такое было. А исходя из твоего опыта, вообще, можно ли сделать, вот, на твой взгляд, полноценный бизнес белый, именно на СИН, может быть, детективное какое-то агентство, то есть, именно в этом направлении? Если вот у тебя, как бы, ну, есть понимание, как это можно сделать, то можешь привести, там, пример какой-нибудь? Да, это аналитический ситуационный центр, как вот у Масаловича, допустим. Пожалуйста, без проблем, это будут колоссальные прибыли. Ну, то есть, ну, это прям целый командный центр, и там все должны, ну, с душой к этому относиться. Не как на работу ходить, а прям, ну, жить этим. Ну, то есть, там, аналитиков кучу, да, те, кто собирает информацию, ну, чтобы это вот нон-стоп работало. То есть, вообще, без проблем, там, программный комплекс используется, он ту же лампиру, там, раскатывать можно. Вообще, серьезные вещи, это круче палантира будет. А вот у тебя на канале, в Телеграм, можно найти большое количество утечек, там, крутых документов по Асинту. Вот, можешь сказать такую вещь, честно, да? Тебе это хакеры сливают, или ты это все сам находишь? Вот, когда я начинал, а первые книжки, да, я находил сам, потом, да, мне несут. Ну, я просто, ну, раз прошу знакомых, то есть, я ищу вот такую книгу, а теперь вообще, ну, просто подкидывают, смотрят по тематике, да, ну, мы подбираем такое более интересное. Да, уже давно сам, ну, как бы вообще, ну, вот это не... Нет, утечки, утечки сам собираю, мне вот именно только книжки, ну, утечки некоторые тоже мне подкидывают. А утечки ты как-то целенаправленно собираешь? Нет, это просто Just for Fun, ну, то есть, вот она есть, я смотрю, что она такая, ну, более-менее интересная, да, если их всех туда закидывать, ну, это скучно, неинтересно, это мусор. Ну, такие более, грубо говоря, провокационные, что ли, такие, хайповые, не знаю, поинтереснее, потому что для меня это, ну, как, блин, Россия, ну, к безопасности относится, ну, то есть, если уже все утекло, ну, че, нужно что-то как-то делать, короче, они все там, это, ну, утечка, 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 да нате, пожалуйста, они уже давно все были, вот, все уже давно утекло. И вот, ну, смешно, я просто, ну, стремлюсь к тому, чтобы давно уже наш правительство там понял, что надо что-то менять, как-то уже согласиться, что, да, вот, все утекло, а давайте как-то, ну, не знаю, что-то другое изменить надо. А вот на твой взгляд, все эти утечки, которые происходят и публикуются, скажем, в интернете, они где-то, скажем, ну, там, в закрытом разделе, где-то на форуме продаются, или это можно в открытую, скажем, там, забить в гугле, и можно найти все эти утечки? Изначально? Большая часть, которая у тебя публикуется на канале. Изначально, нет, все, которые я старался публиковать, изначально ими, ну, как бы, торговали, да, вот это дело не люблю вообще, сам никогда не торговал, для меня, то есть, ну, оно ноль стоит, ну, я не вижу в этом, ну, никакой стоимости, вот, да, ими торгуют, и стараюсь, да, склевать, если вижу, что где-то приторговывают, но я тут же, ну, так же либо запрашиваю, либо сам ищу, то есть, нахожу то, чем торгуют, и тут же это стараюсь слить. Да, ну, то есть, по гуглу, даже если найдешь, то, скорее всего, это будет, ну, на какой-нибудь, как, топик о продаже, вот, как правило, такое бывает. Павел, в своем профиле в Твиттере, да, ты написал, что работаешь на или в аппарате ФСБ. Это правда? Действительно работаешь? Нет, у меня в профиле там написано, что мое местоположение Лубянка 1-3, даже, по-моему, это не их здание, насколько я знаю. На самом деле, откуда пошла вообще вся эта штука, что я там работаю в ФСБ, не работаю? Я как-то, когда знакомился первый раз с ребятами с Москвой, да, с DC, 7499, да, они мне предложили, Паха, давай-ка мы залегендируем, что ты, короче, лютый ФСБшник. Я говорю, а давайте. Вот я с Великий Клуб приехал к ним, там, первая встреча, ну, они, короче, все сообщество, ну, начали разносить эту информацию. Так в самом ФСБ поверили, что я там работаю. Это вот было где-то, а, это вот был Заранайц, да, я, да, это был Заранайц, где я вынес базу 2016, по-моему, вот, да. Ну, то есть корочки официально у тебя нету, да? А до какой корочки, ну, я, блин, хулиган всю жизнь, какая корочка. Мне не берут в органы, таких, а, таких людей не берут, мы, это, неподконтрольные, мы коррупцию не любим, короче, и нам там делать, ну, нас туда не пускают. Я бы с удовольствием поработал. Слушай, а вот такой вопрос, может, он глупый, но попробую спросить. Вот где можно реально встретить в интернете, да, и пообщаться с крутыми, там, скажем, хакерами-специалистами? Это форум какой-то, это какие-то приватные чаты. Так общаешься, просто они не раскрываются, что вот, я тут, блин, крутой хакер, ты в любой форум, ну, тот же сек-инфосек зайди, да, ну, там все, в принципе, там, ну, потому что я вот в единственном сидел, сейчас вывалился оттуда, чтобы, а то я там много лишнего говорю. Ну, вот, там все эти ребята сидят, все и блэкари, и вайты, и все самые крутые, они все там, и ФСБшники там же, и ГРУшники, и внешняя разведка, все сидят в этом чате. Грубо говоря, они никогда не выйдут, но если тебе чего-то надо, ты грамотно сформулируешь вопрос, да, то есть, ну, человек увидит, он сам тебе в личку зайдет без проблем, все, то есть, он опять же не будет говорить, вот я крутой хакер. Ну, то есть, а зачем смысл знать, крутой он хакер или не крутой? Тебе же надо ответ на вопрос получить или как-то так. А вот еще ты в отдельных постах упоминал, что тебя пытались, там, скажем, завербовать, да, там, то украинские, по-моему, спецслужбы или американские. Вообще там, ну, скажем так, если ты не боишься на камеру, можешь рассказать вот для зрителя, как это происходит, вот как ведется само давление, как склоняют к сотрудничеству, и получилось ли вообще у них воздействовать, скажем, каким-то образом на тебя, или ты, скажем, заранее был готов к моральному сопротивлению и не поддался, так сказать, искушению? Ну, вербовка для обычных, ну, как бы, как мы, обычных смертных, это не вербовка, ну, то есть, ну, я, допустим, обладаю такого рода информацией, причем связями, да, я любой разведке, ну, любой другой страны в любом случае буду интересен, да, но меня не вербуют. Они сначала, ну, втираются в доверие, начинают помогать, там, что-то предоставлять, но ни одна из сторон, вот, Украина еще проще, да, тебе хоть какие-то деньги даже бывают, что люди такие, вот, я понимаю, что тебе плохо, там, еще где-то в Твиттере начинаешь плакаться, такой, м-м-м, как жизнь плохая, не раз такой, там, 10 долларов кинут, это вот Украина в этом плане молодцы. Америка, Америка фиг, те вот за 4 доллара, у меня портфель, Паша, я им тогда всю эту службу развалил, вот, он работает там, Ромашкин Паша, PR Security, да, где он с НБшниками там крутит, вот они пытаются внедриться в наше российское хакерство, все, они ищут систему Emotep, которая там поумирала, ну, вирусная, наша разработка, грубо говоря, вот, ну, то есть, они, да, втираются в доверие, там, привет, привет, начинает сообщение, все, выведывают, выведывают, выведывают из тебя, и потом где-то материалы копятся, и все. Естественно, там приходят такие предложения, они прям негативают, так, ну, завуалированно, что, а не хотел бы ты, вот, ну, жить в другой стране, ну, вот, ну, такие разговоры, все как по учебнику, это скучно, ну, мне неинтересно, то есть, была бы вербовка такая, прям, я, может быть, даже и поехал посмотреть, ради интереса, ну, профессионалов я пока в этом деле не видел. Ну, истинно, я из России, ну, не уеду никогда, мне здесь вообще замечательно живется, то есть, ну, мне за границей не нужна, никогда не было и никогда не будет. Слушай, а ты вот много с кем вообще общался, с теневого, скажем, сообщества, может быть, вот, силовыми органами, на твой взгляд, кто сегодня вообще вот круче и умнее, да, теневой хакер-одиночка или все-таки правительственный хакер, вот, по твоему мнению, скажем, с точки зрения, там, интеллекта, возможностей, как вообще вот именно, если рассматривать две стороны медали? Ну, правительственные, кого я знаю, очень крутые, но в правительстве вошла тенденция, что, ну, оттуда стали уходить, и новые к ним уже больше не идут, там условия очень жесткие, там, грубо говоря, зарплаты, ну, то есть, там нет вот этого, ну, больших денег, да, и там вот именно заставляют тебя, когда тебя заставляют, это вообще неинтересно ничем заниматься, там есть, там есть крутые ребята, ну, очень крутые ребята, не буду называть, как эти АПТ-группы называются, вот, я их знаю, знаком, но они оттуда стараются уходить, все, все, кто может, все оттуда валют, так что, ну, в любом случае перевес на стороне негосударственных, то есть, не надо их называть теневыми, они просто негосударственные, они не работают с государством, и я рекомендую, не работайте с государством, потому что это, блин, гибло все, на самом деле это все, ну, погано, то есть, там, ну, такие люди, особенно вот если брать Москву, Питер, ну, это вообще, это мертвая зона, там все ради денег, короче, им все, ну, небезопасность, ну, России, там, ну, государство вообще ничего не интересует, только бабки-бабки, какие-то шкурники решать, ну, вот такое, а здесь, например, ну, на моем уровне, да, а здесь, ну, например, говоришь, вот там пошло серьезное, там, ну, вторжение в информационное пространство Российской Федерации, блин, а это не наш уровень, что мы здесь можем делать, когда они отписки какие-то в центр делают, ну, это вообще не работает, ну, ну, короче, все плохо. Слушай, а вот ты раньше часто рекламировал у себя на каналах вот сайт krober.biz, это твой сайт или там просто сидят, скажем, хакеры близкие тебе по духу, и что интересно мне, обычному пользователю, можно там найти? Там сидит один человек, зовут его Крабейший, раньше был частик, ну, это умный парень, не буду говорить откуда, он вообще молодец, но он периодически, ну, то есть, он не афиширует себя, кто это такой, ну, многие его лично знают, то есть, он молодец, и у него подход к изложению текста, вот именно, ну, очень круто все впитывается, да, допустим, там, про какую-то тему он рассказывает, это, блин, красивым языком написано, там, с матом чуть-чуть, ну, так смешно, и это очень хорошо накладывается, ну, можно сказать, по нему можно изучать некоторые моменты, он очень, очень умный, могу сказать, и он такой известный. Но сайт не твой, как я понимаю. Не-не-не, конечно, сайт не мой, сайт принадлежит Крабейшего, я даже не знаю, как его зовут. Вот все мы его называли, когда-то у него был чатик для своих, да, потом он распался, потому что начали появляться левые люди какие-то, стало уже неинтересно общение, все его называли Крабейшим. Вот так вот. Очень интересный вопрос хотел задать. Слушай, давай на минуту представим, вот ты предприниматель, скажем, из среднего класса, ты, скажем, ничего не понимаешь информационной безопасности, да, но у тебя, допустим, у твоей компании украли около 100 миллионов рублей. Куда ты вообще будешь обращаться за помощью, да, скажем, в расследовании такого инцидента? То есть это должна быть какая-то специализированная компания, это должны быть какие-то, может быть, частные люди. Как это вообще происходит? Куда бы ты обратился? Я бы понял бы и простил, на самом деле, ну какой смысл обращаться? Ну, то есть никогда деньги, во-первых, не возвращали, да, найти преступника, ну, я смысла в этом не вижу. То есть это потеря еще других денег, потеря времени, да. А разобраться, как это произошло, да, интересно, ну, то есть о поисках, ну, то есть вообще не нужно. То есть если ты, ну, то есть ты должен уже был, ну, после инцидента, ты должен понимать абсолютно четко. Не надо вообще никому обращаться, то есть понять, с безопасностью у меня все плохо. То есть ты начинаешь, короче, сам нанимать каких-то безопасников новых, которые к тебе уже придут, не надо вот эти, кто-то там, допустим, да, которые расследуют. Ты просто нанимаешь уже безопасников, и, ну, при судоустройстве они раз приходят, говорят, да, действительно плохо, и спрашиваешь, можешь ты это исправить, можешь дыру на работу? Вот ты просто должен заменить и понять, что в безопасность надо вкладывать бабки. Причем безопасность равнопропорциональна твоему доходу. Вот у тебя есть миллион, да, долларов на счету, а потратить на тебя надо 999 тысяч долларов, да, ну, то есть до миллиона там цента не хватает, я их потрачу, чтобы цен заработать, и обнесу тебя. То есть, ну, вот безопасность стоит ровно столько, сколько у тебя можно украсть. Вот это так. Это очень дорого. Ну, то есть безопасность, грубо говоря, тебе в любом случае можно, ну, зачем компьютеры использовать, да, поставил пистолет тебе в голове, ты и такси, пароли расскажешь. Ну, какие проблемы? Вообще вот когда ты делаешь, скажем, расследование, да, ну, если мы говорим об Асентии, какие методики и инструменты ты используешь? С чего начинаешь сам процесс поиска информации? Ну, то есть у тебя есть какая-то методология, скажем? Нет, вообще, если честно, нет, все так сумбурно делается там где-то. Если честно, я в основном использую телефон. То есть, ну, звоню, интересуюсь, там, телеграмм позвонил, поинтересовался, то есть куча связей, куча знакомых. Мне не нужны программные обеспечения, у меня нейронная сеть из людей. Ну, то есть намного быстрее, проще и эффективнее. Ну, то есть где-то надо программу использовать, если большой какой-то, ну, поток данных скоррелировать, да, то есть, ну, я опять же могу к кому-то обратиться, ну, также у меня есть платные, там, ну, лампиры, то есть все оплаченные вот эти программные комплексы, я туда все это ношу, там, все автоматом делается, смотрю, анализирую и так далее. Мне больше интересно с людьми работать, ну, то есть я, если честно, я и пароль до сих пор руками подбираю. То есть такого нету, что ты вот вечером сел, скажем, там, достал, там, не знаю, там, ноутбук, да, какая-нибудь специальная операционная система, там, хуни, куча виртуалок, и ты начинаешь, занимаешься поиском, такого нету? Нет, 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 мне в чате не посидеть, там, пообщаться, мимо делом я что-то и узнаю и по работе, и вот это все как-то все, соответственно. Я просто, ну, у меня нет работы, то есть мне ничто не обременяет, да, я делаю это все, у меня есть время, я займусь этим, нету, ну, занимаюсь чем-то, чем люблю заниматься, и то есть это все в совокупе дает какой-то результат мне. Слушай, а вот если ты, скажем, делаешь расследование, либо ищешь какую-то информацию, не пользуешься телефоном, допустим, тебе нужен ноутбук, компьютер, вообще, какую операционную систему ты выберешь? Это, скажем, там, Linux, там, не знаю, Linux CSI, например, Buscador, или ты пользуешься чем-то другим? Нет, у меня стоит обычная Ubuntu, ну, последняя, и все, там, ну, какие-то правые рамки на нее наворачиваю, сейчас Max я купил, и, короче, вот, буду его осваивать. А специальные, скажем, дистрибутивы подосинт, ты можешь как-то порекомендовать? Ну, то есть, подосинт, они заточены, во-первых, они не российские, есть одна, вот, как ее, как называется, надо не суть, с попугаем, которая... ПРТОС надо, да? Да, да, ПРТОС, вот это хорошая, неплохая, ее хоть наши ребята делают, она так, ну, подосинт, не подосинт, но она такая более-менее безопасная, то есть все твои действия, да, ну, то есть они тебя не скомпрометируют, грубо говоря. То есть, что при осинте главное, да, это не скомпрометировать себя, иначе тебе сразу шпионаж появит, в чью-то пользу. Ну, вот, как-то так. То есть, здесь не инструменты важны, скорее всего, а то, как ты ищешь, чтобы, ну, твои поиски не были заметными, вот, что я считаю, что более главное. А можешь посоветовать вообще курсы или ресурсы какие-то, где черпать знания по осинту? Где вот можно находить действительно стоящую информацию? Ну, не знаю, читайте канал Freedom Fox, там очень много стоящей информации. На самом деле, вся информация в Твиттере. Ну, то есть, подключайтесь, ну, подписывайтесь, ну, на каких-то вот, кто по осинту занимается, их не так много таких серьезных. И, в принципе, там все самое такое, ну, на медиуме очень много выкладывается. Это, в принципе, из того же Твиттера все берется. Я вообще в Твиттере читаю 8 человек, и, в принципе, вся актуальная информация там, и она все равно как-то стекается, и мне этого за глаза хватает. То есть, вот так вот. А так, очень хорошие рекомендуют, то есть, все группы, которые используют слово осинт, да, это все фуфло. Самые крутые осинтеры, это надсталкеры. Вот, это те, кто раньше называл себя надсталкерами, теперь их, ну, осинтерами называют, а раньше это просто, ну, когда было просто интересно, да, искать, 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 там куда-то попадать. Вот, самые крутые, да, я не помню, точка сбора называется, вот, по-моему, этот канал в Телеграме, только он закрытый, насколько я помню. Есть открытая версия, есть закрытая. Вот, там очень крутые ребята, они такие специфическим сознанием, ну, очень крутые. Вот туда. А вот большинство, там, известных, скажем, там, публичных каналов Телеграм, там, где 50 тысяч, там, 100 тысяч подписчиков. Смотри, то есть, если у тебя больше, я считаю, да, мы ботов не накомендовали, ну, то есть, в канал, ну, то есть, это реальные были люди, ну, там, они, естественно, на хайпе влезали, да, там, просто красного и белого слива, там, еще где-то, что-то так вот год копилось, а люди, допустим, фамилии не буду называть, буквально видеться по просмотрам контента, да, там, допустим, вот у тебя, там, 10 тысяч, там, 3-4 тысячи просмотров, значит, в принципе, это все реальные люди, то есть, ну, не все просматривают. А если у тебя 50 тысяч, там, да, тысяча просмотров, ну, как так? Кто, кто эти люди? А для чего они делают? То есть, они создают специальные такие каналы для того? Да, ну, то есть, ты смотришь так, о, на канале столько-то человек, и начинаешь его, ну, то есть, я, например, никогда не смотрел на цифру. Если там много, ну, человек, значит, для меня это уже неинтересно. То есть, в основном, скажем, такие закрытые классные каналы, они себя нигде не выпячивают, не показывают, и только, как бы, по большому счету для своих? Ну, как бы, не для своих, ну, то есть, они подтягивают к себе периодически, там, обрастают народом, они тут также могут быть и большими, но они как-то по чуть-чуть обрастают, то есть, ну... А вот еще интересный такой момент. Недавно у меня на канале был автор канала «Утечки информации» Ашот. Как только я замечаю его вот посты, как бы, на Фейсбуке, да, новой утечки, и потом появляются данные у тебя. Ты пользуешься девайс-локом, скажи честно, или у тебя какой-то свой свой? Не-не-не, я так понимаю, девайс-лок – это система, ну, типа, система защиты, да. Ладно, не будем оскорблять Ашота. Вот, ну, то есть, нет, я просто смотрю специально, да, вот, ну, то есть, у Ашота это выложено, и, то есть, и, да, вот, сразу я просто знаю, где это лежит, и надо же это сразу в открытый доступ. А то он же не показывает, где это лежит. Ну, и как бы подтверждаем его слова, допустим, да, вот, допустим, вот такая усечка, и вот она вот лежит. Делился бы он сам, было бы круче. Ну, а вот эти все, скажем, системы… Ну, я могу сказать, Ашот зарабатывает на этом деньги, то есть, это для него пиар, то есть, вот он такой молодец, вот он это нашел, короче, все бойтесь, то есть, работает на страхе, зарабатывает на страхе. А все вот эти системы ДЛП, они действительно работают, помогают, ну, вот скажем. Ну, то есть, я оттуда информацию выгоду. Ну, то есть, если ты профессионал, то, ну, вот эти ДЛП, они по большому счету не работают. Блин, на Ютубе куча, ну, мануалов, как вообще обносить эти корпоративные сети, ну, то есть, это не так сложно, на самом деле. Я могу просто тупо вынуть винчестер, дакнуть его, и все. И вот так. Меня из-за этого из института выгнали в свое время, я вот перестал учиться, то есть, они сказали, у них самая крутая система защиты была, да, там, все дела. Ну, что я сделал? Я просто вынул винчестер, ночью зашел туда, там, мне компьютер почистить надо, вынул винчестер, скопировал все и ушел. Вот такая система защиты, меня выгнали на следующий день. Как думаешь, что ждет вообще России в ближайшем будущем? Будет ли тотальный контроль, слежка за населением? И что думаешь вообще на этот счет? Нужен ли он нам, этот контроль? И по твоему мнению, как сберечь свободы, гарантированные нам законом? Ну, закон нам никаких свобод не гарантировал, слежка не надо селестить, да, на каждом, ну, то есть, это ж надо кому-то еще анализировать, да? То есть, как все говорят, меня прослушают, ну, как так прослушают? То есть, это должен кто-то услышать, да? То есть, тут у нас сколько миллионов, такой же миллион должен прослушать, анализирующих быть людей, да? То есть, а свободы пускай ограничают, на этом же можно будет деньги зарабатывать, будем продавать, суперсекретные защиты, там туда-сюда, ну, пускай следят за нами, я уже вон сам специально хожу, ну, поснимайте меня, ну, последите, ну, кому мы нужны? Ну, то есть, это все смешно, это все политика, политика и бизнес, вот, то есть, заморачиваться по этому поводу не стоит, какие свободы, ну, то есть, ну, то есть, это не об этом. Вот так. Ну, а все вот эти там вещи, когда сейчас рассказывают там страшилки, даже я у себя там бывает, что на телеграм-канале пишу про там Google, Apple, что вот они ищут вместе там решения для того, чтобы следить за теми, кто там, возможно, заражен ковидом, ну, то есть, коронавирусом и так далее. Они же не ищут, у них уже давно все есть, они ищут, наоборот, как тебе подсунуть более качественную рекламу, ну, то есть, даже не тебе подсунуть, а как ее заставить покупать у них, у тех, кто эту рекламу дурацкую продает. Или говорить об этом в СМИ, да, то есть, вот они выпустили эту новость, заявили, и люди сразу подхватывают и обсуждают. Да, 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 это раздувают, но это бизнес, бизнес и политика. Грустно и скучно. Паш, и финальный вопрос, в твоей инсте есть занимательный ролик с черепахой, я его обязательно покажу вот здесь на экране. Блять, новый дом для черепахи. Сука, выберется или нет? Который ты посадил в коробку и обложил вокруг пивом, чтобы посмотреть, выберется ли она из так называемой осады. Скажи, пожалуйста, что в итоге? Выбралась она или нет? В итоге, да, я ей даже погоняла Далд Мителанджело, она как черепаха-ниндзя, раздолбала эти бутылки, то есть она настырная, это где-то заняло порядочно минут 10, но она все-таки пробралась. Вот. Да, то есть ей респект и уважуха. Живет до сих пор, я ей аквариум купил большой, плавает довольно. Павел, спасибо, что был с нами, поделился откровениями и мыслями. Вот. Желаю тебе успехов и творческих идей. Спасибо большое, что уделил время, да. Ну, а на этом у нас все. Всем спасибо, ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях. Всем пока. Павел, спасибо, счастливо. Сергей, спасибо, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok